МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. Плюс, а это 112-й канал в пакете зала, в студии Ульяна Шубко. Сегодня мы расскажем. Надежды есть и немалая. В Гродненской области продолжаются поиски пропавшего в лесу Максима Мархалюка. Очередная медаль и запись в самой популярной книге мира. Гродненский сварщик установил мировой рекорд в гиревом полумарафоне. Слаще привозных и без нитратов. В аграрном университете вырастили первый урожай арбузов. Плюс одна тренировочная база. В Гродно открылся зал для занятий дзюдо. Ровесницы Октябрьской революции вручили паспорт. А в документе у юбиляра знаковые для Гродно цифры 889. Вся страна следит за поисками Максима Мархалюка из Свислочского района, который 16 сентября ушел из дома в лес. Он сказал родным, что пойдет за грибами. С той поры о местонахождении мальчика ничего не известно. На протяжении пяти дней вблизи агрогородка Новый двор, а именно там живет мальчик, идут активные поиски Максима. Как говорят поисковики, любая помощь будет кстати. Те, кто не принимают участие в поисках, могут распространять информацию. Тем же, кто готов искать в лесу, нужно иметь при себе фонари, спички, яркую непромокаемую одежду, высокие резиновые сапоги, свистки, громкоговорители и даже салюты. Несмотря на то, что поиски идут уже пятые сутки, специалисты утверждают, что надежда найти Максима живым и невредимым есть, и немалая. Напомним, Максим Мархалюк 2006 года рождения, пропал 16 сентября. Проживает в агрогородке Новый двор в Свислочском районе. Приметы – рост примерно 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Выглядит младше своего возраста, на вид лет 8-9. Был одет в кофту камуфляжного цвета, красную жилетку, обут в туфли. Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить по номерам телефона плюс 375-33-363-55-77 или по номеру 102. Сотрудники таможенных органов отметили свой профессиональный праздник. Уже традиционно в этот день молодое поколение сотрудников таможни торжественно клянется, не щадя сил, а если потребуется и жизни, защищать экономический суверенитет республики. А это 30 новых должностных лиц, которые недавно поступили на таможенную службу и взяли ответственность стоять на страже интересов страны. К слову, в деле продолжения славных традиций Гродненской таможни и ее положительного имиджа опытные таможенники возлагают большие надежды именно на молодые кадры. Сегодняшнее мероприятие является очень важным в карьере каждого таможенника. Я считаю свою работу очень ответственной, так как мы являемся лицом нашего государства, мы находимся на границе. Прежде всего, это ответственность, которая лежит на мне. Я должен быть всегда бдителен, внимателен, выполнять возложенные на меня обязанности, так как я не имею права на ошибку. Каждый, кто принял присягу, прошел серьезный предварительный отбор. Это исключает случайных людей на службе, что сегодня и подтвердили представители Гродненской региональной таможни. Это мероприятие, которое нельзя переоценить. Я помню, я сам принимал присягу. В 2004 году, уже, наверное, 11 лет прослужив в таможенной службе, волновался не меньше, чем сегодня молодые люди, которые только начинают свой путь в таможне. Запоминается это на всю жизнь. Это, наверное, самый серьезный шаг после принятия решения поступить на службу. Открытие спортивных объектов всегда признак того, что определенный вид спорта востребован, развивается и нуждается в поддержке. Так, например, новый зал для занятий дзюдо открылся в Гродно. На базе с дюшор номер 4 дзюдо занимаются около 200 детей от 8 лет. Большинство из них, к слову, девочки. И появление этого объекта для них значит, что теперь тренировки будут проходить ближе к дому, в новом комфортном зале. Для проведения серьезных соревнований здесь места недостаточно. Но для первых состязаний малышей зал вполне сгодится. На ковре уже состоялись первые тренировки, пока показательные в честь открытия зала. В единоборствах Гродничина регулярно показывает стабильно хороший результат. А школы, борьбы, дзюдо ценятся далеко за пределами области. Однако, как подчеркнул директор с дзюшор номер 4 Юрий Волынец, именно для занятий дзюдо в Гродно места очень не хватает. Залов дзюдо у нас в Гродно катастрофически не хватает. Деткам практически заниматься особо негде. Тренируемся в подвалах. То есть, это в основном тиры средних школ. И то, с ними есть тоже проблемы, потому что они тоже задействованы под другие виды спорта. Поэтому мы нашли такое прекрасное помещение, реконструировали под спортивный зал дзюдо. Новый зал открылся в бывшем здании УПК, которое находится рядом со средней школой номер 12 и сейчас принадлежит Центру культуры. Много работы здесь было выполнено силами тренерского состава школы за летний период. Но на торжественном открытии не обошлось без приятных сюрпризов и подарков. В новых кимоно спортсмены будут тренироваться еще более вдохновенно и усердно. Сегодня 23 тысячи детей занимаются вообще спортом в Гродненской области, в детско-юношеских спортивных школах. И наша основная задача на базе существующих сооружений, на базе существующих спортивных сооружений, создать, может быть, перепрофилировать, создать новые залы, создать новые помещения для занятия спорта. Эти праздничные дни весьма богаты на события. Уже работают зал дзюдо, впереди открытие нового футбольного поля в Каложском парке. В четверг первых пациентов примет амбулатория, расположенная в микрорайоне Ольшанка. Начнут обживать свои квартиры и счастливые новоселы в Колбасюно. На этом фоне 100-летний юбилей Гродненки Екатерины Беляевой мог бы вполне остаться незамеченным. Однако по счастливому стечению обстоятельств, в новом паспорте ровесницы революции оказались знаковые для Гродна цифры – 889. О магии чисел, секрете долголетия и своей любви к городу 100-летний юбиляр рассказала нашей съемочной группе. Екатерина Беляева родилась ровно 100 лет назад, осенью 1917 года. И, наверное, тот самый противоречивый в истории прошлого столетия год и предопределил ее судьбу. Пережила и голод, чудом избежала репрессий и уже в 19 лет, получив звание лейтенанта, стала заместителем начальника секретной части, а по совместительству – одной из лучших шифровальщиц. Уже в мирной жизни самоотверженный труд, за что Екатерина Беляева была удостоена Ордена Трудового Красного Знамени. И хотя она родилась за тысячи километров от Гродна, за Уралом, судьба неоднократно возвращала ее сюда. Так город над Неманом для нее стал любимым, а для ее двоих детей, трех внуков и четверых правнуков – родным. Гродна выросла, что я не узнаю. Я ведь несколько лет, года три, не хожу по улице, ноги мои не ходят. А если вот поеду с родственниками, я не узнаю совершенно город. Такой красивый стал город, прелесть, прелесть. Я восхищаю просто. И меня даже приглашали родственники в Челябинск, а тот же, будучи на пенсии, я не поехала. Город – это тоже мой родной. В эту праздничную для любимого Гродна неделю Екатерине Васильевне вручили новый паспорт. И кроме возраста самой 100-летней юбилярши, в документе удивляет еще одна цифра. Совершенно неожиданно, хотя и вполне символично. Последними числами в личном номере стали знаковые для Гродна – 889. В настоящее время на территории Гродненской области проживает 96 граждан Республики Беларусь, достигших 100-летнего возраста. На Гродненщине к таким людям, конечно, особое отношение. Стало доброй традицией вручать паспорта таким гражданам в торжественной обстановке. Новые паспорта 100-летним юбилярам приносят с доставкой на дом. К слову, подавляющее большинство гродненских долгожителей – женщины. Хотя все переломные события прошлого века им довелось переживать наравне с мужчинами. Секрет долголетия у каждого свой. Я так настроена всегда, ну как жизнерадостная, можно сказать. Я особо не беспокоюсь, что как завтра у меня будет. Я живу днем, всегда на работу ходила, энергичная. Всегда среди них коллективы. И поэтому, может быть, я и сохранилась. А питание, то это я кушаю все, но немножко. Такой же деятельной Екатерина Васильевна остается и сейчас. Впервые сев за швейную машинку более 90 лет назад, она и сегодня продолжает удивлять самообытным хендмейдом и дает швейный мастер-класс для знакомых. Обожает спорт. В курсе всех новостей и событий она и сегодня остается головой большой семьи и человеком, которым гордятся и любят. Лена Молчанова, Евгений Руселевич, Новости, Гродно+. Ежегодно в Беларусь ввозится более 22 тонн арбузов. Их любят и взрослые дети, но именно это лакомство, попадая к нам на стол, зачастую становится причиной серьезных отравлений. В Гродненском государственном аграрном университете решили выращивать свои экологически чистые арбузы и взялись за дело. Алла Внучко посмотрела на самую настоящую белорусскую бахчу и попробовала на вкус наш отечественный продукт. Профессор Александр Аутко выращиванием арбузов в нашей стране занимается уже около 10 лет. Говорит, в Малорицком районе, благодаря его стараниям и умениям, это лакомство уже растет, как грибы после дождя. В этом году под руководством Александра Аутко студенты аграрного вуза впервые вырастили экспериментальный урожай арбузов в Гродно. Качество белорусского арбуза намного превышает завезенный. Вот мы сейчас в этом году, в очень неблагоприятном году, содержание сахара от 11 до 13 процентов. Это намного выше, чем завезенный из других республик. А содержание нитратов где-то в 6-15 раз ниже, чем предельно допустимые концентрации. На Гроднищине, говорит Александр Аутко, для арбузов вполне подходящий климат. Главное – правильная технология выращивания и оборудования. К слову, таких специализированных машин, которые есть на вооружении в аграрном университете, нет во всем мире. Например, этот универсальный агрегат одновременно может выполнять более 10 операций. Нарезает грядки, локально вносит биопрепараты, осуществляет уход за посевом, пропалывает сорняки и многое другое. Поэтому с каждым годом производство бахчевых здесь планируют только наращивать. Несмотря на то, что в этом году отечественная полосатая ягода дважды попала под удар сильного урагана, она выжила и дала неплохой урожай. При этом отечественный арбуз отличается рядом преимуществ. По вкусу и качеству он даст фору любым зарубежным аналогам. Если выдержать все технологические параметры, все уровни технологий, которые сегодня разработаны применительно в Беларуси, то ежегодно можно получать стабильный урожай этой культуры, как на дачных приусадебных участках, так и в промышленном бахчеводстве. А еще арбуз из Гродненских полей отличается особой чистотой. Ни нитратов, ни пестицидов. Он сочный, а в хороший сезон, уверяет Александра Утка, плоды на этом поле с легкостью достигнут веса от 10 до 15 килограммов. К слову, технологию выращивания этой ягоды в секрете не держат и готовы поделиться с каждым желающим. Мы разработали технологию возделывания арбуза и дыни на приусадебных и фермерских участках. Эта технология будет представлена на международной выставке Евро-регион Неман, а также в рамках проведения праздника города 23 числа этого года. Первый урожай гродненских арбузов достанется учителям и студентам. Из более 10 сортов, которые были посажены на этом поле, наилучшим образом проявили себя Триумф, Икар и Рамзан. И вполне возможно, что уже совсем скоро плод с сочной мякотью в Гродно будут собирать не только студенты, но и фермеры, и обычные дачники. Алла Нычко, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. 22 сентября в Гродно впервые пройдет фестиваль книги. Он приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания, которое мы отмечаем в этом году. На один день у нового замка раскинется настоящий рай для книгоманов. Сюда съедутся лучшие писатели и издатели страны. Жители и гости города смогут не только ознакомиться с книжными новинками, но и увидеть собственными глазами сохранившиеся до наших дней сотни уникальных экспонатов. Рядом разместятся шедевры современной литературы. Около сотни самодельных книг, сделанных руками гродненцев. Вкожанных переплетов, вышитые, дощатые с выраженными словами. Также во дворике будут работать различные тематические площадки. Гродненец Евгений Назаревич установил мировой рекорд в гиревом полумарафоне на Третьей Всемирной Олимпиаде по гиревому триатлону в Витебске. За полчаса он поднял гирю 741 раз. В результате гродненец завоевал три золота и серебро. К слову, Евгений – 20-ти кратный рекордсмен мировых рекордов Гиннеса. И очередной его успех тоже попал на страницы самой известной в мире книги. Словом, этот год, впрочем, как и предыдущий, складывается для гродненского спортсмена весьма удачно. Многочисленные кубки и медали Евгений Назаревич привез не только с республиканских соревнований, но и с международных турниров, чемпионатов мира и Европы. Если бы мне 12 лет назад кто-нибудь сказал, что я добьюсь таких результатов, я бы откровенно посмеялся в лицо. И для меня это казалось чем-то безграничным на самом деле. Но на сегодняшний день я понимаю, что трудолюбие, усердие всегда помогает достичь высоких результатов. В отличие от всех остальных спортсменов такого уровня, Евгений Назаревич совмещает победы с работой сварщика на одном из предприятий города. Именно с отраслевой спартакиады в 2007 году и началась успешная спортивная карьера. Мы проводим ежегодно областную отраслевую спартакиаду по 12 видам спорта. Очень большая работа сегодня проводится в наших коллективах промышленных предприятий и организаций. Это проводятся в свои отраслевые спартакиады, туристические слеты, соревнования по различным видам спорта. Обратите внимание, с 21 сентября с целью улучшения транспортного обслуживания меняются маршруты городских автобусов номер 37 и номер 47. Подробную схему обновленного движения можно найти на остановочных пунктах, а также на сайте автобусного парка города Гродно. Гродненский театр «Кукол» приглашает на первый ежегодный фестиваль шансонов в Беларуси. В программе Алексей Ром, Владимир Ухтинский, Игорь Аксюта, ведущие вечера Игорь Дегтярев и Татьяна Коршун. В программе «Только живой звук». Фестиваль шансона пройдет 22 сентября, начало в 19.00. И в завершении выпуска информации от нашего партнера МТС. МТС представляет сервис «Мобильная защита». Теперь застраховать смартфон, планшет или умные часы от негарантийных поломок можно в любом собственном салоне связи МТС. Мобильная защита помогает избежать расходов в большинстве распространенных бытовых ситуаций. Если устройство получило механические повреждения, в том числе разбился экран, сломалось под воздействием жидкости или было похищено. В любом из этих случаев абонентам, оформившему услугу, компенсируется стоимость ремонта или самого гаджета. Узнать подробности об услуге и заказать ее сегодня можно во всех ферменных салонах оператора. И на этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно позвонив по номеру в Гродно 77 33 04. Напоминаем, что программы телеканала «Гродно плюс» доступны абонентам пакета зала. Мы работаем для всей Гродненской области на 112 канале. А у меня на этом все. До встречи на «Гродно плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин